Символ чистоты и пока не заполненного сознания. Так трактуют значение белого пояса. Эти обязательные атрибуты кимоно надевают будущий кёко-синкай каратисты Владивостока. На первое в своей жизни посвящение. Ребята встали на путь совершенствования в этом боевом искусстве только в сентябре. И теперь по крупицам будут собирать знания и воспитывать в себе дисциплину. У меня папа специально отвел каратэ, чтобы у меня чуть-чуть фульганство ушло. И я занимался каратэ, чтобы стать сильным. Я учился завязывать пояс, но мне сегодня мама завезла. 159 каратистов в этот день обрели вторую семью, в которой опытные мастера обучат их искусству кёко-синкай. Посвящение началось с показательного поединка малышей, которые уже добились первых успехов в этом единоборстве и даже ездили на соревнования. В Белоруссии, Новосибирске, а в Находке, в Хабаровске. И занимал какие-то места призовые, да? Первые. После взрослые обладатели черных поясов рассказали новичкам о запрещенных приемах и разрешенных техниках. А опытные сенсеи на своем примере показали детям, какого результата можно достичь ежедневными усердными тренировками. Ознакомили ребята с разными направлениями кёко-синкай. Бои, ката, пластика, еще там какие-то моменты. Поэтому я думаю, что и самое главное, что это мероприятие самое первое для них. Оно у них останется, я думаю, в памяти очень надолго. Кто-то начал свой путь в карате подросткам, а кого-то привели на татами еще малышами. Возраст здесь совсем не важен. Главное упорство и желание. Этого у детей хоть отбавляй. На полосе препятствия неловко выполняли акробатические элементы и силовые упражнения. Отрабатывали ударную технику, а в конце даже разбивали дощечку. Все справились с заданиями на отлично. Родители не могли скрыть гордость и радость за начинающих единоборцев. После тренировки каждый раз улыбка до ушей. Мы всегда довольны и всегда заряжены позитивом, что мама, я победил. Мама у меня получилась быстрее в этот раз, мама мы отжимались, у меня получилось отжиматься. Для них очень важно не бросать. А самое главное – это мотивация их родителей, потому что от родителей зависит на сегодня все. Если, конечно, родители собственным примером, занимаясь любыми видами спорта, будут показывать, что это полезно, то и ребенок стопроцентно в нем останется. После всех испытаний каждый ребенок получил памятный значок, шарика, самое главное – клятву Додзи Кун. Чтобы даже за пределами зала не забывать, в первую очередь тренировать нужно сердце и дух.